Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Меня зовут Иван. Сегодня мы поговорим об одной самой интересной для меня теме, самой любимой для меня теме в Outlook. Это вставка картинок в письмо. Все о картинках в Outlook. Что сделаем? Создали новые сообщения. Давайте же посмотрим, как вставлять в него картинки. Вот вместо курсора мы бы хотели вставить картинку. Мы идем в закладку «Вставка». Здесь есть такая кнопочка «Рисунки». Все называют по-разному. Здесь будет по-английски «Picture». Итак, нажимаем «Ставить рисунок» из файла. И находим, где же у нас рисунки в нашем компьютере. У нас есть «Pictures». И вот здесь, например, у меня есть папочка «01 Shutterstock». Это красивые фотографии, которые я люблю и которые я хотел выложить куда-то. Переключимся на огромные значки, чтобы увидеть их, как они выглядят. Вот, например, мне нравится изображение из вены. Вот такую вот картинку огромную. Получилась большая фотография. Мы вставили. Но мне нравится, что она такая большая. Ее надо как бы сделать поменьше. Поэтому мы берем и за уголок ее уменьшаем. Учтите, что нужно уменьшать только за уголок. Не нужно делать вот таких вот движений отсюда или снизу. Потому что тогда картинка будет сплюшной и будет выглядеть некрасиво, непрофессионально. Вот таким образом можно сдвигать картинку, уменьшая ее масштаб. За этот уголок или за нижний уголок. Вот добившись того, что нам нужно в нашем письме. Теперь мы знаем, что картинка была очень высокого разрешения. И нам не хочется отправлять большой огромный файл по почте. Мы хотим просто отправить картинку, чтобы она была видна хорошо и нормально. И мы можем сделать что? Встав на картинку, у нас всегда появляется такая закладка «Работа с рисунками». Здесь есть отличная кнопочка. Вот она. Называется «Сжать рисунки». Если мы ее нажмем, появится диалог, где нас спрашивают, какое качество картинки вы хотите оставить. Мы, например, хотим оставить 96 пикселей для пересылки по почте. И тем самым мы поймем, что это письмо будет весить уже очень немного. Как бы немного мегабайт. И сможет быть доставлено адресату. Давайте проверим. Вот я ничего делать не буду сейчас. Сохраним письмо. И узнаем, сколько наше сообщение весит. Перейдем в меню «Файл». И видим, что размер его сейчас 8 мегабайт. В свойствах. Вернемся обратно. А теперь сожмем картинку. Встали на картинку. Закладка «Работа с рисунками». Щелк. Здесь кнопка «Сжать картинки». Поставим электронной почте 96 пикселей. Минимальный размер для совместного использования. Можно выбрать и другие параметры. Но для почты достаточно 96 пикселей. Итак, снова сохраняем сообщение, чтобы понять, сколько оно занимает мегабайт. Файл. Видите, всего 109 килобайт. То есть, это очень классная кнопочка. Вот это вот сжать картинки. Нужно ей пользоваться. Что же еще есть на закладке «Работа с рисунками» из того, что может быть нам полезным? Самое любимое у меня – это обрезка. Вот она здесь. Можно обрезать картинку так, как вам нравится. Например, сделать ее квадратной. Или вообще сделать ее поменьше. Вот так вот скадрировать. После того, как мы нажмем еще раз на кнопку обрезка, она обрежется. Можно также сделать обрамление картинки. Например, вы хотите сделать у нее красного цвета границу. Здесь можно изменить толщину этой границы. И вы видите, что граница стала красненькой. Это отличная и прикольная тема. Что еще есть из того, что стоит использовать? Есть отличные вот эти вот предопределенные форматы картинки, которые можно использовать для оформления вашего письма. Они будут некоторые красивые, некоторые 3D, некоторые с отражением. Например, вот этот мне нравится всегда, когда сглаженные края. Очень рекомендую этим пользоваться. Это очень классная вещь. Иногда очень бывает полезно. Есть еще коррекция картинки. То есть можно тут на ходу изменить яркость, контрастность. И тут сразу видны предпросмотр того, что у вас получается. Но это используется довольно-таки редко. Наряду с этими художественными эффектами, никому не нужными, как я считаю. Но тоже можно попробовать. Например, вот так ее размазать. Есть и другие кнопочки, которые я советую вам попробовать. Например, здесь есть точная обрезка, область выделения, поворот и разные другие инструменты, которые, в принципе, используются довольно-таки редко. Поэтому давайте поговорим о том, что используется часто. И что еще можно сказать? Конечно же, можно просто вставить картинку из буфера обмена. Не обязательно ее вставлять как рисунок, как было показано сначала. Можно открыть какой-то сайт, например, и взять оттуда картинку, сказать скопировать и вставить ее. Скопировали, вставили. Вот картинка вставилась, наше мясо какое-то здесь получилось. То есть не обязательно вставлять именно из файла, но вставка из файла хороша тем, что вы делаете это под своим контролем. То есть всегда у вас есть какой-то рисунок, который вы вставляете именно в тело письма. И важно отметить, что вы в данном случае не вкладываете в файл этой картинки, что не очень удобно при пересылке, особенно при ответах, это вложение может потеряться. Вы вставляете картинку непосредственно в тело письма и можете сопроводить ее текстом каким-то. Да, see picture. И при пересылке, при ответах ваша картинка сохранится. Что еще интересно, давайте рассмотрим такой момент, как вставка, например, каких-то табличек или какого-то другого контента, как картинка. Есть такой интересный способ. Вот у меня, например, есть файл здесь на рабочем столе. Это экселевский файл. Откроем его отчет. Он довольно большой и красиво оформленный. Сейчас будет долго открываться. А нет, быстро открылся. Вот здесь у меня, например, есть звонки и есть вот такой вот график. Такой вот красивый график этих звонков, статистика звонков. Вот я хочу его вставить в письмо. Я нажал Ctrl-C и скопировал его в буфер обмена. Я перехожу в письмо и вставляю его. График вставился. Но вы видите, что цвета отличаются. Вот здесь были такие красненькие и синенькие цвета, а здесь какие-то непонятные оранжевые и голубые. Но здесь появилась такая маленькая штучка. Параметр вставки. Если мы нажмем сюда, то здесь есть такая кнопочка. Вставить как рисунок. И тогда, как вы видите, все в точности повторилось. То есть эта картинка неизменяемая. И все параметры форматирования сохранились. Это обычный рисунок. Его можно оформлять так же, как и все остальное, перейдя на закладку работы с рисунками. Например, дать ему какую-нибудь границу еще раз скажем. Смотрите, какая красота. Так вот, не только графики, но и таблички можно так вставлять, сохраняя их форматирование. Давайте я вам покажу на примере. Вот мы, например, хотим вставить фрагмент вот этой таблички. О потерянных звонках. Моего Ctrl-C. Моего в письмо. Бац! Ctrl-V. Вот как табличка вставилась. Совсем не так красиво, как она была. Потерялись вот эти ползунки. Все это исчезло. Но если мы ему скажем, вставить как рисунок, то все сохранится как было. И отправив эту табличку, мы будем уверены, что при пересылке и ответах ее форматирование и ее главное содержимое нельзя изменить. И оно не потеряется. Такая вот интересная вещь с этими картинками. Что еще интересно мне вам показать? В одном из прошлых роликов я рассказывал о таблицах. Таблицы в данном случае очень подходят для вставки нескольких рисунков и оформления письма таким образом, что эти рисунки находятся, например, на одной строчке. Вот, например, я вставил сейчас табличку, две строчки, два столбца и могу перетащить просто мышкой эти рисунки по ячейкам. У меня сейчас три рисунка. Ну, давайте какой-нибудь еще вставим. Вставка, рисунки и какой-нибудь еще вот такой вот фотографии. Ох, она сейчас, наверное, будет большая. Но мы знаем, как ее уменьшать. Мы берем ее и уменьшаем. Это, конечно, не очень удобно вот так постоянно тащить. Но несколько движений мышкой. И все уменьшается. И получается вот такая вот у нас фотография. Здесь можно подровнять, чтобы они хорошо размещались. И как-то это все красиво выглядело, да? То есть расставить их так. Дальше мы можем выделить эту таблицу. Все целиком. Пойти в работу с таблицами. Быстренько расскажем об этом. На закладке макет выставить, что все содержимое по центру ячейок располагается. Ну и чтобы было совсем красиво, мы берем и убираем обробление границ. То есть убираем границы. Вот таким образом у нас выглядит красивый какой-то макет, который получился у нас, да? То есть можно еще его подработать, чтобы он был еще красивее, чтобы картинки были одинакового размера примерно. Таким образом вы создаете макет письма из картинок с помощью доступных инструментов, которые лежат на поверхности. Расскажу вам еще немного о том, что обычно недоступно в корпоративной среде. Если мы перейдем на закладку вставка, то тут есть такая кнопочка интересная, называется изображение из интернета. Обычно эта штука не работает в корпоративной среде. В больших компаниях она закрыта, но, как вы видите, у меня здесь на домашнем компьютере, на виртуальном это работает. Например, я хочу вставить изображение поезда. Я пишу здесь train в поиске, да? Нажимаю Enter, и он мне показывает Creative Commons, это значит свободные для использования картинки. Тут есть предупреждение, что вы несете ответственность за соблюдение авторских прав. Я выделяю вот этот поезд и вставляю его. Далеко никуда ходить не надо. Прямо из, собственно говоря, Outlook'а я нашел поезд красивый, пошел его вставил, пошел его обработал, откорректировал. Например, вот так сделал. Тут еще есть какая-то кнопка удалить фон, никогда не пользовался. Ну вот, можно, например, попробовать удалить фон. Как эта ерунда получилась? Нет, мне так не нравится. В любом случае, пользуйтесь картинками, пользуйтесь табличками для их оформления. Очень полезные и классные инструменты есть прямо в Outlook, на закладке работы с рисунками. Обрезайте, форматируйте, делайте как вам удобно, делайте как вам красиво. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, вам информация пригодится. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, поделитесь с друзьями информацией. Всего вам доброго, пока!